здравствуйте меня зовут алексей и я являюсь представителем компании кассио хотел бы сегодня вам рассказать про модель gw 56 00 многие из вас могут узнать квадратный корпус это легендарные часы с которых мы начинали в 1983 году они действительно так и выглядели но в 1983 году мы выпустили модель gw 5000 c которая хоть и выглядела также но не обладала рядом функций которые были представлены в том году чем же интересны эти часы ну во первых повторюсь для всех абсолютно это будет узнаваемый корпус все сразу же поймут что это g-shock и они сохраняют себе такой налет ностальгии до сохраняют себе размеры габариты все элементы дизайна вплоть дне до небольших отверстий которые продублированы в данных часах на браслете первая модель была на ремешке но эта модель изменилась внутренне очень сильно здесь появляется подсветка первые часы джошок где да было 5000 были без подсветки потом с эволюции там появилась электролюмицентная подсветка сейчас здесь мы представляем светодиодную яркую подсветку которая хорошо подсвечивает электронный дисплей равномерно подсвечивает которая рассчитана больше чем на 15 тысяч часов горения то есть практически вечные для пользователей наших часов данные часы у нас оснащены солнечным аккумулятором то есть они у нас подражаются от любого источника света в среднем при максимальной зарядке часы проработают 9 месяцев но нужно учитывать тот факт что они заряжаются все время даже в таком небольшом освещении они будут аккумулировать постоянную энергию аккумулятор рассчитан на 10 лет и более через 10 лет он не сломается не покатит работать но просто по чуть-чуть начнет терять свою емкость как у любая другая электроника который вы пользуетесь здесь у нас стандартный набор функций скажем так для джошоков это секундомер таймер будильник мировое время дата что все привыкли выйдет даже в часах для путешественников мировое время удобно да можно не сбивать настройки а выбрать нужный часовой пояс для спортсменов секундомер который позволяет замерять насколько они проходят ту или индустанцию таймер удобен для тех кто занимается фитнесом и спортом чтобы доделать интервальные тренировки ну а будильник пригодится практически любому дали либо на работу проснуться чтобы не будет всю семью либо поставить себе какое-то напоминание чтобы не забыть что-либо сделать но в этих часах в том году мы представили еще и новое поколение наших механизмов которые оснащаются bluetooth синхронизации данные часы можно с легкостью при помощи бесплатного приложения подключить к смартфону часы со смартфона возьмут всю информацию о времени то есть в целом до приобретая их в магазине вы можете не читать инструкцию да просто посмотреть как их синхронизировать они сами настроить не только часы минуты и секунды но и календарь целиком и полностью и далее вы сможете настроить их под себя то есть соответственно выставить таймеры если они вам нужны выставить нужные часовые пояса если вы часто перемещаетесь начать взаимодействие с будильником да и поставить нужные вам будильники но и это не все на самом деле это одна из первых модель которая у нас обзавелась механизм который получил название персонализируемый механизм здесь можно взаимодействовать с даты что имеется в виду сейчас любой из пользователей может выставить календарь так как ему удобно он хочет что вначале у него для показания календаря шел месяц потом дата потом год это можно сделать мы хочешь чтобы сначала была дата потом месяц потом год и это можно сделать то есть отображение календаря достраивается под себя и мы пошли дальше здесь есть возможность выведения информации о дне недели на привычном нам языке. Да, здесь есть стандартный английский язык, но также предусмотрена возможность выведения информации о дне недели на немецком, на французском, на испанском, на итальянском и на русском языке. Ну, к этому надо будет привыкнуть, потому что, опять же, те люди, которые долго пользовались цифровыми часами разных брендов и нашим, в том числе, скажем так, в среду хотят видеть Wednesday, в четверг Thursday, в пятницу Friday. Теперь здесь будет написано среда, СР, четверг, ЧТ, ПТ, пятница. Немножечко непривычно первое время, но в целом это прикольная возможность. И Bluetooth синхронизация возможна как в ручном режиме, так и в автоматическом, когда часы самостоятельно, там, три раза в день проверяет доступ телефона и сверяет свое время. В целом, по поводу Bluetooth синхронизации, потому что это интересная технология, мы активно ее развиваем, но здесь должно быть четкое понимание, это не смарт-часы. Bluetooth синхронизация — это опция, которую мы предлагаем нашим пользователям, именно по взаимодействию с часами. Для тех, кто привык пользоваться часами без смартфона, он может все это делать без смартфона, он может настраивать все функции без смартфона, он может выставить русский язык без подключения по Bluetooth, он, соответственно, может управлять мировым временем и будильником из самих часов. Но, если вы хотите, там, ускорить этот процесс, или не хотите разбираться в кнопочном управлении, то можно воспользоваться своим телефоном, что удобно. Часы подключаются как к айфонам, так и к андроидам, практически любая модель телефона сейчас поддерживает наше приложение, и как раз вот оно и является возможностью проверки, получится ли у вас синхронизировать часы со смартфоном. Вы заходите в свой магазин, да, и проверяете доступность приложения G-Shock Connected. Если вам магазин пишет, что вы можете его установить, все, 99,9 процентов, что у вас все будет работать правильно. Одну соту оставляя на то, что у вас там что-то перепрошито, переделано, да, и поэтому там Bluetooth модуль может работать некорректно. Данные часы еще интересны своим браслетом. Дело в том, что визуально может показаться, что это металлический браслет, но на самом деле это не так. Достаточно давно мы разработали уникальный браслет, который получил название Fine Carbon. Он делается у нас из карбона и полимеров. На самом деле здесь три материала присутствуют. Н-образные звенья — это металлическое звено, обшитое полимером. Прямоугольное звено — это карбон. Зачем нужен такой браслет? Дело в том, что в рамках бренда G-Shock мы сотрудничаем с разными представителями. У нас есть пилоты, которые в свое время попросили предложить им часы на браслете, но чтобы этот браслет был максимально легкий. И вот мы разработали визуально такой же браслет. По прочности, по надежности он стальному ничем не уступает, но при этом значительно-значительно легче. Единственное, что в нем металлическое — это застежка. Двух кнопочная система фиксации, она металлическая. Здесь уже мы не смогли никак интегрировать пластик, но повторюсь, все равно решение визуально классическое стальное, но по весу очень и очень легкое. По поводу солнечного аккумулятора, что он из себя представляет? На самом деле это хоть и сложная технология, но в общем-то здесь не так много сложных объяснений необходимо, чтобы про нее рассказать. Солнечный аккумулятор состоит из двух ключевых элементов. Это световая панель, которая интегрирована в циферблат часов. В данном случае она идет у нас по периметру. Если присмотреться, можно увидеть вот такие фиолетовые края на периметре циферблата. Они являются панелью, которая как в калькуляторах, которым скорее всего в настольных вы пользовались, собирает энергию, энергию света. Почему называется солнечным? Ну на самом деле все очень просто. Солнечный аккумулятор — это связано с тем, что из всех источников освещения, которые нам доступны, солнце самый мощный и бесплатный, прошу заметить. Поэтому действительно на солнце они будут заряжаться быстрее всего. Если вдруг по какой-то причине часы у вас разрядились, потребуется от одного до двух дней нахождения часов на подоконнике для того, чтобы зарядить их максимально. Да, есть более подробная информация, которая представлена в инструкции по поводу мощности освещения и периода заряда. Если вы можете измерить мощность освещения, знаете, что она там соответствует 15 тысячам люксов, то в таком случае часы заряются за 4-5 часов. Если 10 тысяч, соответственно, за 9-10 часов они заряются. Но для бытового использования, повторюсь, достаточно их положить на подоконник. Даже в зимний период времени, два дня на подоконнике, это фактически полная зарядка. В часах именно установлен аккумулятор. На самом деле, в зависимости от модели, аккумуляторы могут меняться. Если вдруг вам попались какие-то G-Shock или часы Casio, которые оснащены технологией солнечного аккумулятора и были выпущены достаточно давно, там может быть даже несколько аккумуляторов. Сейчас это чаще всего один элемент питания. И что также важно, мы используем типовые элементы питания. Это означает, что если по какой-то причине у вас он сядет или, например, вы долгое время им не пользовались, но я говорю про то, что вы не пользовались 4-5-6 лет, они разрядились, долгое время лежали разряженные, естественно, емкость аккумулятора, опять же, как в любой электронике, она сильно упадет, его придется поменять. Так вот, замена на данный момент времени таких аккумуляторов, да и в ближайшем будущем не будет являться какой-то проблемой. Повторюсь, они типовые, используются во многих видах электроники, поэтому найти их можно. Также вопрос по поводу стоимости данной услуги, потому что, ну, логично предположить, что аккумулятор стоит дороже батарейки. Это действительно так, это стоит дороже батарейки, но в среднем ценовая категория обслуживания и замены солнечного аккумулятора варьируется в зависимости от сложности часов от 500 рублей до 5000 рублей. И когда я говорю про 5000 рублей, это имеется в виду часы за 100 и более. В данных часах за где-то 700 тысяч рублей можно будет через 10-15 лет поменять солнечный аккумулятор.